Приветствую вас, с вами я Анатолий и вы смотрите канал TheBaggerGarsman И сегодняшний ролик вообще не должен был выходить и появляться на свет Но неутихающая шумиха вокруг анонса нового сервиса от Games Workshop Warhammer Plus Заставила меня оторвать руки и не только от подготавливающегося мною проекта И все-таки записать это видео с моим мнением по поводу данного инфоповода Так вот, что касается того самого инфоповода и шумихи вокруг него Мнение разделилось на три части Позитивное, нейтральное и негативное Позитивное в основном сформировалось у англоязычного сектора YouTube Поскольку этим людям, скажем так, не особо заботящимся о своем финансовом положении В принципе все понравилось И цена за услуги, предоставляемые новым сервисом, в принципе их устраивает Нейтральное мнение это люди, которые не настолько завязаны, скажем так На тех самых услугах, которые заанонсили для этого сервиса И не особо, скажем так, хотят отдавать свои кровные за эти самые услуги Ну, в принципе, в чем-то видят плюсы И абсолютно негативное мнение Это люди, которые не понимают, за какой ляд, в общем, в этом сервисе можно брать такие деньги И я скорее отношусь к третьему типу И это лично мое мнение сейчас прозвучит И я готов к волнам хейта и дизлайков под видео Но, в принципе, это лично мое мнение И если оно вам не нравится То, в принципе, я готов с этим спокойно жить Можете писать в комментариях все, что вы по этому поводу думаете Если вам это нравится, то тоже пишите Это тоже здоровски мне поможет в продвижении этого видео Ладно, вступление и так уже слишком затянулось Так что приступим, погнали Насколько я понимаю, изначально Games Workshop заанонсила вот этот самый Warhammer Plus сервис Без объяснения особо каких-либо деталей функционала этого самого сервиса И это больше выглядело как попытка хайпануть на нонче Очень популярных вот этих самых стриминговых сервисов Типа Netflix, Disney Plus, Warhammer Plus Ну вы поняли, как бы да И не зря это вызвало нездравый такой интерес и обсуждение в Ваха комьюнити Несмотря на то, что Games Workshop недавно предприняло попытку скупки абсолютно, по-моему, всех Более-менее именитых авторов, делающих какие-то CGI или анимационные ролики по Ваха тематике Даже самые заядлые и отпетые фанаты Games Workshop и ее продукции Понимали, что, скорее всего, всего этого контента, который смогут дать эти авторы Не хватит для поддержания полноценного стримингового сервиса типа Netflix или Disney Plus Ну и абсолютно в стиле Games Workshop Они никак не пытались развенчать сомнения своих фанатов в целесообразности такого сервиса стримингового То и дело, публикуя новости по поводу вот этих будущих CGI проектов И, скажем так, люди все больше и больше загорались нездравым интересом А что ж получится Но вот недавно, а точнее 23 июня состоялась типа презентация этого самого сервиса Warhammer Plus Официально на сайте Ваха комьюнити И все желающие могли ознакомиться с функционалом этого самого будущего сервиса А для тех, кто еще не ознакомился или не спешил ознакомиться Или не особо заинтересован, а вот теперь смотрит мое видео Я кратко объясню, какие же функции будут присутствовать в этом сервисе И сколько это будет стоить В первую очередь, Warhammer Plus это видеосервис, работающий по схеме премиум подписки на YouTube Но только без самого YouTube Как недавно Рюрик в своем видео упоминал, эта схема очень похожа на TFE Premium Или на премиум подписку любого другого крупного Ваха канала И ссылку на это видео вы можете найти в описании под моим видео А для тех, кто уже успел начать переживать по поводу того, что весь бесплатный контент Просто пропадет из официального YouTube канала Warhammer Нет, он никуда не денется Как объяснила Games Workshop, весь тот контент там и останется И даже больше он будет там пополняться Но это как бы стандартный контент для обычных зрителей Не готовых платить свои кровные за более, скажем так, продвинутого рода контент А сам этот продвинутый как бы видеоконтент будет состоять из нескольких категорий Первая категория это те самые анимационные и CGI фильмы Которые Games Workshop скорее всего будет публиковать на своем канале С определенной периодичностью Дабы как бы удержать аудиторию Вторая категория этого самого контента Это батл и репорты Которые они заанонсили Также они анонсили мастер-классы по покрасу Ну типа более продвинутые Чем то, что доступно на стандартном YouTube канале Warhammer TV И плюс это будут бэковые ролики И все это, как вы поняли, и делает этот самый сервис очень похожим на TFE Premium И на другие премиум подписки ютуберов Но также будут доступны функции, отличающиеся от стандартной премиум подписки ютуберов Первое, доступ к приложениям мобильным по Warhammer 40.000 И будущему выходящему приложению по AOS Это доступ к Warhammer World Хранилищу разных электронных книжек Куда входит как игровая литература, так и, скажем так, бэковая И даже электронный вариант журнала White Dwarf А также вам будет предоставлен премиум доступ на посещение официальных ивентов от Games Workshop по Warhammer И еще вам в бонус дадут две лимитные миннички И стоит эта подписка 5 долларов и 99 центов в месяц Или 59 долларов и 99 центов в год Что как бы дает вам возможность сэкономить и не платить за два месяца Естественно, эти цены указаны без деления на регионы Мы пока точно не знаем, будет ли эта цена отличаться в разных странах Или она будет все-таки одинаковая Поскольку это Games Workshop, прогнозировать это я не могу И вряд ли вообще кто-то может Поэтому остается только ждать А теперь лично мое мнение Warhammer Plus это шлак Почему я так думаю, мы сейчас разберем по пунктам Первый пункт это CGI и анимационные ролики по Warhammer 40000 и AOS На самом деле это самый интересный для меня пункт в данном сервисе И как бы это единственное, что могло бы меня привлечь И привлечь мои финансы и капиталовложения в данный сервис Но, увы, практическая и логическая сторона моего мозга Мне подсказывает, что, к сожалению, эти ролики будут редкими Потому что продакшн такого рода CGI и не только анимации Это очень длительный процесс Если кто-то помнит, Астартес своим мини-форматом Выходил на протяжении целого года И как бы это очень низкий темп для стримингового сервиса Все отлично понимают, что для того, чтобы поддерживать Такого рода стриминговый сервис и частые релизы Games Workshop буквально нужно купить кучу оборудования Создать несколько десятков студий Которые будут крепать эти CGI и анимационные ролики Просто как горячие пирожки Дабы интерес зрителей не угасал И дабы, скажем так, такого рода зрители, как я Не уходили после первого месяца подписки И все мы прекрасно понимаем, что рано или поздно Эти ролики появятся в свободном доступе Благодаря пиратам И я, скорее всего, предпочту все-таки воспользоваться пиратским сервисом Потому что я жадный Но, несмотря на то, что я жадный, у меня есть подписка на Netflix И для сравнения мы его как раз и возьмем В базовом варианте Netflix это два доступных устройства для просмотра 8 долларов 99 центов HD-качество и Full HD-качество просмотра видеоматериала И просто тонны контента А также есть локализация Чего, скорее всего, не будет у Warhammer Plus Ну, если кто-то, конечно, очень большой оптимист Он может это предположить Но я предполагаю, что такого не будет И контент будет на родном английском языке Но для большинства пользователей, допустим, из Восточной Европы Этот язык не самый удобный И хотелось бы посмотреть на своем родном языке Чего там, естественно, не будет И вряд ли там будут те же тонны контента И вряд ли там будет доступно два устройства И вряд ли вообще там что-то будет интересное Помимо этих самых CGI роликов Но тут некоторые из вас могут возразить мне А как же остальной контент? Они же там упоминали те же самые батл-репорты И бэковые ролики И мастер-классы по покрасам Давайте обсудим и это Все это, конечно, интересно И могло бы заинтересовать таких людей, как я Но если бы Первое Мы все-таки возымели тот самый вышеупомянутый мной дубляж и локализацию Который, кстати, доступный на Нетфликсе Но на Вархаммер Плюс сомневаюсь, что это будет доступно Второе Это если бы этот контент хотя бы частично был оригинальным И не похожим на тот контент, который предоставляют те же премиум подписки на ютуб каналы А некоторые ютуб каналы и без премиум подписки такого рода контент поставляют И я не вижу смысла тратиться на подобный контент Только на Ваха канале Третье Расширение второго пункта Если бы этот контент имел более широкий профиль То есть если бы там были хотя бы видосики по мастер-классам по сборке Тех же миниатюр или по конверсиям Или по, скажем так, скульптингу из гринстаффа Или какие-то лайфхаки, облегчающие жизнь хоббистам Ну хотя бы половина всего того, что делают ютуберы на своих каналах Иногда платно, иногда бесплатно Но тем не менее Но здесь такого, скорее всего, вряд ли будет И поэтому сей контент, мне кажется, спорным достаточно и неинтересным Есть некоторая надежда на те самые лорные ролики Которые они заанонсили в своей презентации Самые оптимистичные фанаты предполагают, что в этих лорных роликах Они будут разбирать бэк и спорные его моменты И расставят все точки над теми И, которые вызывали споры у фанатов Вархаммера Но с практической точки зрения это не имеет никакого абсолютно смысла Потому что это пиар И Games Workshop, таким образом, подогревая постоянно вот эти самые споры и бурления в Ваха комьюнити Разными спорными заявлениями и моментами в своем бэке Не будет резать тот сук, на котором сидит И, в принципе, я не рассчитываю на то, что они помогут фанатам наконец-то решить те самые спорные моменты Так что, сори Все вышеперечисленное это вторичный контент без какого-либо цепляющего элемента для меня И башлять за это свои кровные денюжки мне как-то не очень хочется Следующий пункт касается тех самых мобильных приложений по Вархаммер 40 тысяч и будущего выходящего приложения по АОС Как по мне, оно мне, в принципе, не нужно Потому что я не настолько часто играю в Вархаммер И мне не очень нужна та самая литература, которая доступна в этом приложении в электронном варианте Ну и плюс все вышеперечисленные относительно электронного варианта всей литературы Она не локализированная, поэтому, в принципе, меня это не особо интересует Но в этом приложении доступен хороший Army Builder и, скажем так, Crusade Builder Который, в принципе, является полезной фишкой для тех, кто часто и густо играет в настольный Вархаммер И подписная система самого приложения уже предусматривает тот факт, что вы будете платить деньги и получать этот контент, скажем так, на определенный срок И внесение в новый сервис Вархаммер плюс премиального доступа к этим приложениям по единой подписке Это, в принципе, удобно, если не учитывать все то, что я перечислял ранее Абсолютно неинтересный и бесполезный контент Следующим пунктом мы рассмотрим Вархаммер Волт Или хранилище, в котором, как я уже упоминал, вы найдете электронные варианты в сети макулатуры по Вархаммеру И как игровой, так и, в принципе, бэковой Даже тот самый WhiteWars Кому это вообще интересно? Ну ладно Честно, не вижу в этом хранилище вообще никакого смысла для себя Потому что всю эту макулатуру я могу найти в PDF-формате, в свободном доступе, на сторонних сайтах Да еще и с локализацией в русском языке И только что, где-то вдалеке, взорвался пукан Солнцеликова Да-да, я все еще за удобство И я считаю, что за те деньги, которые просит Games Workshop за свой сервис Они могли бы нанять несколько переводчиков, которые могли бы перевести всю эту макулатуру В более-менее удобоваримый вид Для, скажем так, не англоязычного сектора их аудитории Ну и последнее, это премиум доступ к их ГВ официальным ивентам Тут кратко COVID, Brexit, дистанция А теперь немного более развернуто Во-первых, COVID Недавно в Великобритании обнаружили несколько зараженных новым штаммом, индийским штаммом COVID И, скажем так, все остальные европейские страны уже начали блокировать границы Как для объезда, так и для выезда людей из Великобритании То уже как бы утрудняет немножко возможность попасть на те самые ивенты Второе это Brexit Который я уже обсуждал в одном из своих видео по поводу повышения цен на продукцию Games Workshop И да, этот самый Brexit тоже вам усложняет жизнь Если вы хотите попасть на те самые официальные ГВшные ивенты Которые будут проходить на Туманном Альбионе И, увы, Games Workshop не проявляет никакой смекалки по поводу того, чтобы просто взять и перенести хотя бы часть своих мощностей и инфраструктуры по продажам за пределы Великобритании Дабы те самые ивенты и те самые миниатюры могли производиться вне пределов изолированного государства И не стоили бы столько и не были бы так труднодоступны Ах да, еще плюшки, те самые две лимитные миниатюрки Которые будут доступны вам, если вы оформите эту самую подписку за 5.99-59.99 Эти самые миньки, скажем так, они в принципе очень даже ничего Орк симпатичен, классный, он вообще очень хорошо подходит, как по мне, для конверсии И в принципе, благодаря конверсии этого орка можно как в АОС, так можно и в Саракет И вторая минька это тот самый Ассасин, который идет с охренительным просто террэйном, как по моему мнению Но, тут у меня возникает вопрос, а не маловато ли этого ГВ? А что если человек не играет ни орками, ни Империумом в частности? Если он играет Эльдарами, Тау, Некронами, нахрена ему этот орк или этот самый Ассасин? Что он с ним будет делать? Ну да, ГВ как бы типа пророфлило само себя, указав, что вот как минимум эта минька стоит 25 баксов И можно типа как бы намекает вам, что можно ее продать Но зачем это? Это какое-то немножко скотское отношение к людям И если бы вы реально хотели удовлетворить хотелки тех самых подписчиков будущих Вы бы хотя бы сделали по одной миньке лимитной для каждой фракции И вручали бы ее в зависимости от того, какую фракцию человек выберет при заполнении анкеты подписки Это, как по мне, было бы справедливо, интересно и честно А то, что ГВ делает, это, ну, еще раз показывает в том, что ГВ не меняется В общем, ГВ в своем репертуаре хочет толкнуть вам по премиум подписке Второсортный сервис, в котором не обещает вам ничего сколь-нибудь интересного За реальный прайс Я вам напомню, за 60 долларов вы можете купить пачку хороших минек Покрасить их, поставить у себя на полки И они никуда не денутся на следующий год Если, не дай бог, вы не заплатите кому-то 60 долларов Они у вас будут и через год, и через два В общем, как по мне, выбор очевиден Но это только мое мнение Свое мнение вы, конечно же, можете высказать внизу под видео в комментариях Также в наших группах и чатах Ссылки на которые находятся тоже внизу под видео в описании Если вам понравилось или не понравилось это видео То ставьте лайки или дизлайки Я думаю, что дизлайки тоже будут По-любому будут Но, так или иначе, это все равно улучшит статистику моего ролика Так что, милости прошу, ставьте оценки А также подписывайтесь на мой канал Если вы хотите видеть больше подобных роликов С моим мнением по тем или иным инфоповодам Касающимся наших любимых настольных варгеймов Это очень здоровски меня промотивирует Выпустить вам очередной новый ролик Всем спасибо за внимание С вами был я, Анатолий Вы смотрели канал TheBaggerGarsman Покеда!